приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час и сегодня я представляю вам обзор на июль месяц хочу сказать прежде чем я начну обзор хочу сказать что то что я прогнозировала на прошлый месяц то есть на месяц июнь вы можете это проверить ссылка будет под этим видео посмотрите все сбылось практически 98 процентов там ну с какими-то такими маленькими погрешностями то есть все рынок так отработал как я и предполагала ну что ж давайте тогда поехали не будем тянуть время и так на экране у нас пара евро доллар что мы видим по этой паре смотрите вот красными линиями я специально провела обозначила вот это возможный годовой вот коридор и видите мы от нижнего от нижней линии пошли наверх и пробили вот одну и сейчас вот приближаемся ко второй здесь вот очень важно я думаю что следующий месяц а здесь находится разворотная линия месяца она на уровне где-то сейчас и не то на уровне 1 на 128 79 это разворотная линия месяца и все возможно от того что мы пойдем еще вверх вот до этого уровня до 1 151 34 но возможен пробой там чуть чуть выше я полагаю потом можем вернуться опять-таки к разворотной линии месяца как я и говорила 1 128 80 где-то отработать и думаю что пока следующий месяц вот возможен вот в этом диапазоне то есть один сто пятьдесят два ноль семь десять где-то вот так и вот между вот этими двумя линиями и один сто двадцать три тридцать три либо вот разворотная линия месяца ну возможен пробой я так полагаю что вот следующий месяц то есть этот месяц мы вот здесь будем тестировать вот этот уровень и возможно пробьемся чуть выше а уже следующий месяц уже август месяц нам покажет куда все-таки будем мы двигаться вниз или пробьемся и пойдем дальше вверх вот сюда на 1 203 81 вот такие ожидания по паре евро доллар хотя я повторюсь что вот это вот возможный годовой диапазон мы все может быть что уже видите два года в таком вот боковом тренде и сейчас вот практически полгода отработали тоже опять вверх и возможно что протестируем и пойдет еще раз сюда вниз отрабатывать вот именно вот этот у нас канал ну а если случится пробой и закрепление конечно выше этого уровня ну возможно значит будем двигаться вверх вот такие ожидания по паре евро доллар на следующий переходим мы к паре доллар франк итак смотрим пара доллар франк вот здесь это тоже была верхняя как край граница годового канала возможного годового канала я уже тоже в одном из своих видео говорила как провести линии предыдущих соединить предыдущих двух лет можно предыдущих двух месяцев чтобы узнать куда пойдет этот месяц и двух недель и так далее двух дней то есть смотря на каком таймфрейме вы предпочитаете работать там тоже посмотрите в плейлисте вы найдете это видео значит смотрите видите мы отработали опять таки верхнюю границу и пошли вниз и это в следующий такой их получается если провести вот эти линии как я провожу их получается два таких канала один такой боковой а другой получается слегка восходящий и пока что но я повторюсь и прошлом видео я говорила что здесь находится очень сильный уровне уровень поддержки и вот мы его пробили пока что находимся ниже этого уровня и я полагаю что следующий вот этот месяц мы все-таки будем двигаться вниз должны вот отработать вот этот уровень 0 938 07 здесь же где-то находится прям совсем рядом разворотная линия месяца где-то на уровне с разворотной линии недельный вот желтеньким 0 964 332 где-то здесь и есть разворотная линия месяца возможно мы пойдем вниз какое-то время откатим назад до разворотной и будем продолжать движение вниз ну но возможно и пойдем сюда вниз а потом дальше будем возвращаться вверх еще тестировать вот эту этот уровень 1003 19 потому что вот никак я говорила повторяюсь видите уже сколько тестируется вот этот вот уровень и никак не закрепиться ни ниже ни выше пока что вот это очень важный уровень один ой 0 967 90 0 968 ну где-то вот здесь потому что как не совсем прямо от конкретной такой точный уровень как разворотные уровни вот такие ожидания по паре доллар франк и а следующая пара у нас пара фунт доллар ну что что по этой паре я могу сказать здесь у нас случилось пересечение но и показывает что пойдем вниз но я скажу что линии еще не сменились я записываю прогноз записываю обзор в воскресенье когда рынок не работает ну потому что так и у меня в понедельник не будет свободного времени чтобы показать на движущейся муры рынке вот поэтому я думаю что здесь у нас еще изменится но пока что вот смотрите разворотная линия месяца на уровне 1 280 14 и возможно все таки потому что видите идет нисходящий тренд это годовой возможный годовой диапазон вот он нисходящий один и другой их 22 как бы канала оба нисходящие и все зависит от того пробьемся мы вот выше этого уровня закрепимся значит придем сюда тестировать вы можете посмотреть в другом видео как проводить вот эти линии как узнать возможные диапазоны и годовой и дневной и недельный проведите и посмотрите и убедитесь сами но я думаю что возможно мы все-таки пойдем дальше вверх протестируем вот уровень значит 1 314 58 и возможно даже пробьемся и пойдем куда-то куда-то вот сюда где-то на уровне 1 355 60 вот где-то так и ну все зависит от движения можем даже пойти и выше вот такие ожидания по фунту доллару запоминайте что разворотная линия месяца 1 280 14 то есть возможно на открытие пойдем вниз либо пойдем вверх а потом все-таки откатим и протестируем разворотной линии пойдем дальше вверх это был у нас фунт доллар и следующая пара у нас пара доллар и иена ну какие ожидания у нас по этой паре тренд то есть тренд нисходящий годовой но мы находимся все-таки за как бы закрепились чуть-чуть все-таки выше вот верхней границы нисходящего дед нисходящего канала и все зависит от того закрепимся мы выше выше разворотной линии месяца она находится на уровне 110 705 715 это вот здесь все зависит от того закрепимся мы выше даже даже чуть чуть выше 111 и где-то 500 закрепимся выше значит будем продолжать движение вверх но закрепимся ниже разворотной линии 110 715 значит или 705 значит все-таки будем продолжать движение вниз и соответствующая цель повторюсь потому что единственная из всех пар который я давала иена как бы чуть-чуть она отработала в принципе в том диапазоне которым я говорила но чуть-чуть не дошла я прогнозировала предполагала что мы можем дойти до 106 360 но видите мы не дошли так что вполне вероятно что мы можем еще протестировать кинуть хвост сюда вниз но пока что пока что нам показывает что мы сейчас что движение будет вниз пока что но я повторюсь что на открытие в понедельник ночью значит все вот эти линии они могут меняться и скорее всего будут меняться вот такие ожидания у нас были по основным валютным парам еще раз повторяю посмотрите проверьте как отработал июнь месяц как отработал рынок июня месяца ну а я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь друзьями я рада спрашивайте задавайте вопросы я с радостью всегда вам отвечу и на этом я с вами прощаюсь пока а а